Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «В движении» и мы продолжаем наш цикл на самоизоляции. Молодежный парламент Государственной Думы, молодежные парламенты субъектов Российской Федерации реализуют невероятно масштабный международный проект «Большая история», который включает в себя тест по истории, эстафету «Доплыть до победы», акцию «Скамья памяти» и многие другие проекты и флэш-мобы. О молодежной инициативе расскажет Иван Любединцев, координатор проекта «Большая история». Иван, здравствуйте! Добрый день! Вы реализуете совместно с коллегами потрясающий проект по своему масштабу и объемам просто какой-то невероятный. Такое количество акций, флэш-мобов, фестивалей, ну, просто браво! Давайте начнем, наверное, с одного из главных проектов. Это тест по истории, который реализуется уже не первый год и в связи с карантином он был перенесен на осень, если я не ошибаюсь. Вообще, расскажите об этом проекте, тест по истории, что это за направление и когда в нем можно будет принять участие. Да, действительно, тест по истории России, тест по истории Великой Отечественной войны у нас проводится не первый год. Он был инициирован, как и проект «Большая история» Петром Олеговичем Толстым в 2019 году, но проводится с 2015 года. В рамках Года памяти и славы в России мы решили его максимально масштабировать. В декабре у нас прошел в пилотном режиме первый раз под эгидой проекта «Большая история» этот тест. Только в Свердловской области, если не говорить о всей России, было организовано 250 площадок для того, чтобы те, кто хотели принимать участие в написании теста, могли на любой из оффлайн-площадок присоединиться. Во всех городах они были открыты в школах, в вузах, в общественных местах, в торговых центрах, в музеях, в различных магазинах. То есть абсолютно во всех удобных местах человек мог посмотреть на сайте, где находятся площадки и присоединиться к тесту. Кроме этого, тест доступен в режиме онлайн. Любой человек из любого уголка мира может присоединиться к тесту через официальный сайт. Каждому человеку присваивается уникальный номер, и через этот номер он может как получить результат этого теста, так и получить сертификат, который подтверждает, что он присоединился к этой масштабной акции. В 2020 году у нас тест будет организован действительно, как вы сказали, из-за сегодняшней ситуации в мире в осенний период. Пока что, предположительно, мы планируем его провести в сентябре. Опять же, никаких конкретных уроков не даем, потому что плавающей графикой у нас ситуация вот эта пока что не дает нам однозначно говорить об организации мероприятий. Но, тем не менее, в осенний период точно будет проведен. Будет организовано по всей России 11 тысяч площадок. Онлайн-режим сохранится. И мы ожидаем, что как минимум 3 миллиона человек присоединятся к нашей масштабной акции только в режиме офлайн. Что касается других мероприятий проекта, я уже сказал, что проект был сформирован из инициативы общественной. Мы по всем регионам собирали идеи самых интересных мероприятий. Это и акция скамейки героев по установке скамеек в общественных местах. И особенностью этих скамеек будет то, что на каждой из них будет табличка с упоминанием героя территории, на которой эти таблички и скамейки устанавливаются. И основных событий, которые на территории, если проходили, то проходили. Если не проходили, то какие-то интересные факты. Чтобы у нас такое было нативное напоминание в парках, в скверах, в общественных местах о том, что действительно необходимо помнить и чтить историю подвиг всех предков, которые у нас эту историю и подвиг создавали. Другие мероприятия тоже обширную повестку имеют. Ивана, давайте поговорим о ней вдали. Да, есть мероприятие, которое меня очень интересует, и я вас полюбопытствую. Скажите, пожалуйста, вот есть такой проект «Доплыть до победы». Да, и вообще спортивных мероприятий у вас очень много. Связанные не только с плаванием, но и с ходьбой, и с бегом. Давайте вот об этом направлении сейчас расскажем. Да, действительно, есть такой проект. Коллеги из Пермского края вышли на нас, и мы вместе с ними начали этот всероссийский заплыв организовывать. В чем он заключается? В... Секундочку, сейчас открою более подробную информацию, потому что они в этом разбираются больше, чем мы, потому что детально погружены. Вот забег будет, вернее, заплыв будет у нас по нескольким городам, в нескольких регионах пройдет, и повторит маршрут... Так, одну секунду. Черноморского флота, когда флотилия шла в Черноморский, в Крымский, точнее, порт из, если не ошибаюсь, Новороссийска. То есть в каждом регионе те, кто принимают участие, это профессиональные спортсмены, их будет порядка 50 будут встречаться и будет сопровождать пул журналистов, пул общественных активистов, и в каждом регионе будут торжественно встречать с участием известных лиц и чествовать память тех событий, которые у нас проходили в годы Великой Отечественной войны. На самом деле, по установлению мирового рекорда здесь пока говорить преждевременно, но мы планируем, что это будет беспрецедентный опыт повторения исторического маршрута заплыва. И заплыва не просто на кораблях или на каких-то технических устройствах, а вручную, физически, при помощи спортсменов-моржей, которые этим профессионально занимаются. То есть это исключительно такой будет интересный информационный повод, который способен будет привлечь внимание общественности к огромным событиям, огромной важности того, что было сделано. Иван, ну а то, что касается, например, творческого направления, потому что есть и песни Победы, есть и различные фотовыставки у вас, и фестивали музыкальные, потому что наверняка среди наших телезрителей есть те, кто хотел бы принять участие, и могут ли принимать участие любители, например, либо это профессионалы, как вот вы сказали в проекте «Доплыть до победы». Вообще, насколько вы открыты к людям, и они могут прийти и сказать, вы знаете, у меня есть песня, я ее хорошо пою, я умею это делать, но я не профессионал. Возьмете вы его в свои ряды или нет? Мы исключительно открыты и приветствуем такие инициативы. У нас мероприятия, можно сказать, во все мероприятия интегрируются, в том числе профессиональные артисты, профессиональные спортсмены. Ну вот, например, заплыв как раз исключение, потому что он состоит исключительно из участников, профессиональных спортсменов, которые участвуют в заплыве. Но участниками самих событий, например, встреч спортсменов в регионах, торжественных мероприятий, посвященных чествованию вот этих спортсменов, как раз участвуют у нас рядовые граждане, общественные активисты, молодежь, ветераны, ведущие политики и все, кто только желает присоединиться к мероприятиям. Вы сказали о фестивале «Музыка Победы». Да, действительно, этот фестиваль у нас пройдет. Планируется он в Екатеринбурге на стадионе Екатеринбург-Арена. И вот в рамках этого фестиваля мы планируем установить мировой рекорд по исполнению на гармоне, а также живому исполнению песни «Известно День Победы». Установим мы этот мировой рекорд. Конечно, будем ждать абсолютно всех, кто хочет к этому рекорду присоединиться и стать его частью. И сделаем так, чтобы у нас это мероприятие прошло очень интересно и максимально полезно для всех, кто на него присоединится. Также у нас будут проходить премьерные показы фильмов, если говорить о творчестве, которые были сняты специально в Году памяти и славы в разных регионах России. Премьерные показы у нас тоже будут запланированы на летние и осенние периоды. Соберут в каждом регионе от тысячи до трех тысяч, в зависимости от вместимости киноконцертных залов, людей. Это будут и ветераны со всех регионов. В каждом регионе будут из городов привезены на это мероприятие. И молодежь, и общественные активисты. И мы создадим такой очень трогательный, приятный повод для ветеранов, что на самом деле мы готовы делать все для того, чтобы сохранять память и честовать их, как людей, которые подарили нам мирное небо над головой. Фотовыставки вы упомянули. Да, фотовыставки открываются. Здесь мы говорим и о том, что мы локально это делаем в музейных, в театральных комплексах, в общественных местах открываем. Также у нас планируется фестиваль, конкурсный фестиваль граффити Победы по нанесению крупномасштабных граффити в городах России. Будет в каждом регионе проведен свой конкурс. Художники смогут предоставить свои работы тематические, которые приурочены к Году памяти и славы, которые приурочены к юбилею Победы в виде граффити, в виде эскизов граффити на оценку конкурсной комиссии. Потом будет проведено голосование, и по итогам голосования несколько из победителей получат возможность реализовать при помощи профессиональных художников свои работы на центральных улицах, на центральных фасадах улиц своих городов. То есть здесь мы тоже создаем, можно сказать, наследие Года памяти и славы, и делаем так, чтобы у нас в городах оставалась память об этом юбилее 85-летии Победы, потому что это очень важно. Ну и, наверное, сейчас уместно поделиться идеей, что даже не идеей, а нашей небольшой мечтой, что весь этот проект у нас направлен на то, что мы хотим, чтобы история была неотъемлемой частью нашей страны, и сопровождалась и распространялась абсолютно всеми, абсолютно на всех, от школьников до пожилых людей, пенсионеров, работников, народных артистов и так далее, независимо от статуса, независимо от возраста. Иван, и подводя вот некий итог нашего разговора, мне хочется спросить, вот в этих непростых условиях, в которых мы все оказались, я имею в виду, конечно же, режим самоизоляции, как ваши проекты продолжают работать? Работаем мы сейчас с регионами, готовим активные мероприятия, несмотря на то, что сроки у нас корректируются, мы активно переносим просто мероприятия, и все планы у нас будут реализованы, но немножко позднее. Сейчас мы активно работаем в социальных сетях, призываем всех присоединяться и в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, одноименный сайт у нас есть, проект БольшаяИстория.РФ, на котором мы опубликовываем, как и в социальных сетях, интересные факты о регионах. Кроме этого, у нас в проект подключаются и предприятия, которые организовывают мероприятия проекта активно и с большим удовольствием это делают для своих сотрудников и их семей. Мы рассказываем о предприятиях, которые у нас в годы Великой Отечественной войны работали, то есть активно ведем работу, как и полагается, дистанционно, в онлайн-режиме, для того, чтобы у нас вот это медиапространство, связанное с Годом памяти и славы, с 75-летием Победы, развивалось. Ну и что касается по тем направлениям, в которых мы сейчас работаем, это подготовка как раз конкурса по нанесению граффити Победы, определение мест, где будут эти граффити нанесены, по установке скамеек. Акция сейчас активно тоже готовится и согласование проводится. Ну и в целом вот такая работа с регионами активно ведется. У нас и Иркутская область, и Свердловская, и Курская. Все регионы без исключения присоединяются. В Республике Крым сейчас активно работу ведем. И главное, что это все с удовольствием поддерживается. И уже, можно сказать, большая история является неотъемлемой частью празднования 75-летия Победы, но и в целом такой идеей трансляции исторической памяти. Иван, спасибо вам большое. Я вас поздравляю с этим Годом Победы. И несмотря на то, что все сроки действительно сдвигаются, отмечать мы будем весь год эту большую дату. Вас с праздником. Спасибо большое. И до новых встреч. Да, взаимно было приятно с вами поговорить. Вас с праздником, всех телезрителей, с праздником, всех онлайн слушателей. Всего хорошего. Ну и в завершении программы, дорогие друзья, мне хочется добавить, что каждый из нас может стать частью большой истории. Давайте все вместе, пока мы находимся на самоизоляции, будем виртуально принимать участие в различных акциях и мероприятиях этого международного проекта «Большая история». Оставайтесь дома. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok